Были события еще в 1978 году, напряженная обстановка во Вьетнаме была, я написал рапорт ехать во Вьетнам. Во Вьетнам я не попал, но как только начали события в Афганистане, сразу в декабре месяце мне предложили, я согласился. 23 февраля 1980 года мы пересекли границу. Следующие полгода лейтенант Марченко проведет в Баграме. Молодой офицер командовал взводом артиллерийской разведки, бригада входила в состав легендарной 40-й армии. Личному составу не раз приходилось вступать в бой с духами, но в памяти навсегда остался первый обстрел. Была дана команда водителям и механикам свои места не покидать, пришлось рассматривать противника в бинокль, бинокля под рукой не было. И я дал команду водителю, говорю, дай мне бинокль, посмотрел на пальцы, а пальцы дрожат. Вот поэтому говорят о том, что не страшно, это неправда. Всегда присутствует прилив адреналина, большой очень. Но когда уже начинается ведение огня, все это уходит на второй план. Главной для себя наградой считает сохраненные жизни солдат. Взвод в полном составе вышел из Афганистана, не погиб ни один человек. После была служба на Кубе, Туркестанском военном округе, Белорусском. В 1993-м был уволен из вооруженных сил. Теперь свой опыт передает подрастающему поколению на уроках до призывной подготовки в 17-й школе. Только ей не ограничивается. Накануне праздника Валерий Марченко пообщался с учениками школы номер 4. Ответил на вопросы ребят, рассказал свою историю. Такие встречи уже хорошая традиция. Много осталось детей заинтересованных, и они хотят в дальнейшем подходили ко мне и говорили о том, чтобы еще организовать такую встречу, чтобы можно было более в такой атмосфере поговорить и спросить, и задать вопросы. Ребятам очень интересно. На вопрос, что для вас значит та война, отвечает эта школа жизни, которую невозможно забыть. На глаза наворачиваются слезы. Я всегда задаюсь одним и тем же вопросом, задаю этот вопрос ученикам. Неужели нужно насмотреться столько смертей, столько несчастья, чтобы понять, что жить в свободной, спокойной стране лучше? В той войне участвовали более полумиллиона советских солдат. 771 белорус погиб на полях боя. Среди них 23 бобручанина. Слово «афганец» в нашей стране приобрело особый смысл. Бобруйск помнит и всегда будет помнить своих героев. По традиции цветы к памятнику воинам-интернационалистам 15 февраля несут десятки людей. От руководства города до общественных объединений. Для всех жителей города Бобруйска праздник, посвященный выводу войск из Афганистана, это дань памяти и уважения именно тем людям, которые вернулись, и те, которые оставили свои жизни в Афганистане. Сегодня в городе проживает порядка 800 воинов-интернационалистов. Которые, даже не рискуя, отдавая свою жизнь, закрывали грудью командиров, подрывались, взрывали душманов. Ну, это день скорби, если так по большому счету. Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988-го. Военную операцию до сих пор называют одной из крупнейших после Второй мировой войны. 15 февраля 1989 года последний солдат покинул афганскую землю. Интернациональный долг, как говорили тогда, выполнен. Родина гордится вами, Родина благодарит вас, Родина рассчитывает на вас. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать себя в роде, только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы вам бедней, чем наша боль и наша слава. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.